Инициализация Инициализация основы Инициализация Инициализация – это процесс подготовки класса, структуры или перечисления для использования. Этот процесс подразумевает задание начальных значений для каждого хранимого свойства для этого объекта и выполнение любых других действий по установке или инициализации, которые необходимы для выполнения перед тем, как новый объект будет готов к использованию. Вы реализуете процесс инициализации, определяя инициализаторы, которые являются специальными методами, которые могут быть использованы для создания нового объекта заданного типа. В отличие от конструкторов Objective-C, инициализаторы в Swift не возвращают значения. Их первостепенная задача – убедиться, что новые объекты типа корректно созданы прежде, чем их можно будет использовать в первый раз. Объекты классов также могут реализовывать деинициализаторы, которые выполняют все произвольные действия по очистке прежде, чем объект класса будет диалоцирован из памяти. В Swift используется понятие инициализатора, что равнозначно понятию конструктора в других языках. Другой термин, вероятнее всего, дан ввиду наличия различных особенностей и ограничений на инициализаторы. Если в C++C конструктор может создать объект, не все члены которого инициализированы, то в Swift такой подход недопустим по соображениям безопасности. В настоящем курсе конструктор и инициализатор принимаются как синонимы, равно как и деструктор, и деинициализатор. Установка изначальных значений для хранимых свойств. Классы и структуры должны установить все свои хранимые свойства, подходящие изначальные значения, во время того, как класс или структура создаются. Хранимые свойства не могут быть оставлены в промежуточном состоянии. Вы можете задать изначальное значение для хранимого свойства внутри конструктора или путем присвоения дефолтного значения свойству в качестве части его определения. Эти действия описаны в дальнейших секциях. Когда вы присваиваете значение по умолчанию хранимому свойству или задаете его в инициализаторе, то оно устанавливается напрямую, минуя вызов любых наблюдателей свойства. Инициализаторы. Инициализаторы вызываются для создания нового экземпляра определенного типа. В своей простейшей форме инициализатор похож на метод объекта без параметров, который записывается через ключевое слово INED. Пример ниже определяет новую структуру с названием Fahrenheit для хранения температуры, выраженной в шкале Фаренгейта. Структура Fahrenheit имеет одно хранимое свойство temperature, типа Double. Структура определяет единственный конструктор INED без параметров, который инициализирует хранимое значение температуры значением 32, точка замерзания воды в градусах Фаренгейта. Значение свойств по умолчанию. Вы можете задать изначальное значение для хранимого свойства из его конструктора, как это показано выше. С другой стороны, вы можете задать значение свойству по умолчанию, как часть объявления этого свойства. Вы можете определить значение свойства по умолчанию, присвоив изначальное значение свойству, когда оно определяется. Если свойство всегда принимает одно и то же изначальное значение, то предоставьте ему значение по умолчанию места задания в конструкторе. Результат конечный будет одинаков, но значение по умолчанию делает инициализацию свойства более близкой к его объявлению. Это делается для более кратких, понятных конструкторов и позволяет вам выводить тип свойства из его значения по умолчанию. Значение по умолчанию также делает более простым для вас использование конструкторов по умолчанию и наследование конструкторов, как это будет описано подробнее далее в этой главе. Вы можете записать структуру FiringAid из примера выше в более простой форме, предоставив значение по умолчанию для его свойства Temperature, точки его объявления. Произвольная инициализация Вы можете изменить процесс инициализации входными параметрами и опциональными типами свойств, или присвоением константных свойств в процессе инициализации, как будет описано в следующих разделах. Параметры инициализации Вы можете предоставить параметры инициализации в качестве части определения инициализатора для определения типов и имен значений, которые кастомизируют процесс инициализации. Параметры инициализации имеют те же возможности, что и параметры методов и функций. Следующий пример определяет структуру Celsius, которая хранит температуру, вооруженную в градусах Цельсия. Структура Celsius реализует два кастомных инициализатора с названиями I need from Fahrenheit и I need from Kelvin, которые создают новый объект структуры со значениями в разных температурных шкалах. Первый конструктор имеет один параметр инициализации с ярлыком аргумента from Fahrenheit и именем параметра Fahrenheit. Второй инициализатор имеет единственный параметр с ярлыком аргумента from Kelvin и именем параметра Kelvin. Оба инициализатора конвертируют их единственный аргумент в корреспондирующее значение в Цельсиях и сохраняют это значение в свойстве temperature in Celsius. Субтитры создавал DimaTorzok Имена параметров и ярлыки аргументов. Как и в случае с функциональными параметрами и параметрами методов, параметры инициализации могут иметь как имя параметра для использования внутри тела инициализатора, так и ярлык аргумента для использования при вызове конструктора. Однако инициализаторы не имеют идентифицирующего имени функции перед своими круглыми скобками в отличие от того, как это делают функции и методы. Ввиду этого имена и типы параметров и инициализаторов играют значимую роль в идентификации того, какой конструктор должен быть вызван. В результате этого Swift предоставляет автоматические ярлыки аргументов для каждого параметра в конструкторе. Если этого не сделаете вы сами. Следующий пример определяет структуру с названием Color с тремя константными свойствами с названиями Red, Green и Blue. Эти свойства хранят значения между нулем и единицей для индикации количества красного, зеленого и голубого цветов. Color предоставляет конструктор с тремя соответствующими названными параметрами типа Double для его красной, зеленой и голубой компоненты. Color также предоставляет второй инициализатор с единственным параметром White, который используется для предоставления одного значения для всех трех компонент. Оба инициализатора могут быть использованы для создания нового объекта типа Color путем предоставления значений для каждого параметра. Заметьте, что невозможно вызвать эти инициализаторы без использования ярлыков аргументов. Ярлыки аргументов всегда должны быть использованы в конструкторе. Если они определены, опускание их вызовет ошибку времени компиляции. Параметры инициализации без ярлыков аргументов. Если вы не хотите использовать ярлык аргумента для параметра инициализации, напишите знак нижнего подчеркивания вместо явного ярлыка аргумента для этого параметра, чтобы перезаписать поведение по умолчанию. Здесь расширенная версия раннего примера Celsius с дополнительным конструктором для создания нового объекта типа Celsius и значения типа Double уже приведена к шкале Celsius. Вызов конструктора Celsius 37 определенно не требует указания ярлыка аргумента. Так что этот инициализатор в виде init CelsiusDouble так, чтобы его можно было вызвать путем предоставления безымянного значения типа Double. Следующий пример определяет класс названием ThirdWayQuestions с опциональным типом String у свойства Response. Ответ на вопрос опроса не может быть известен прежде, чем будет задан вопрос. Так что свойство Response объявлено с типом String или опциональная String. Ему автоматически присваивается значение по умолчанию Nil, означающее здесь еще не от строки. Когда объект типа SurveyQuestions инициализируется. Присваивание константных свойств в процессе инициализации. Вы можете присвоить значение константному свойству в любой момент в процессе инициализации. Хотя в конце процесса инициализации ему должно быть задано окончательное значение. Как только константному свойству задано значение, в дальнейшем оно не может быть изменено. Для объектов классов константное свойство может быть не изменено в процессе инициализации только классом, который его вводит. Оно не может быть изменено под классом. Вы можете вновь рассмотреть пример SurveyQuestion. Выше для использования константного свойства вместо переменного для свойства Text. Теперь постоянно. Она все еще может быть задана через инициализатор класса. Продолжение следует... Конструкторы по умолчанию Swift предоставляет дефолтные конструкторы для любой структуры или класса, которые предоставляют значения по умолчанию для всех своих свойств и не предоставляют ни одного собственного конструктора. Дефолтный конструктор просто задает новый объект, все свойства которого заданы в их изначальные значения. Этот пример определяет класс названием ShoppingListItem, который инкапсулирует имя, количество и статус покупки вещи в листе товаров. Так как все свойства класса ShoppingListItem имеют значение по умолчанию, а также как этот класс является базовым, то ShoppingListItem автоматически получает реализацию конструктора по умолчанию, которая задает новый объект со всеми его свойствами, заданными в значения по умолчанию. Свойство Name имеет тип String, так что оно автоматически получает дефолтное значение Nil, даже если никакого значения не будет записано в коде. Пример выше использует дефолтный конструктор для класса ShoppingListItem для создания нового объекта для класса с синтаксисом инициализатора, записываемого как ShoppingListItemM, и присваивает его новый переменный item. Подчленные инициализаторы для типов структур. Структурные типы получает автоматический подчленный конструктор, если они не определяют своих собственных конструкторов. В отличие от конструктора по умолчанию, структура получает подчленный конструктор, даже если ее хранимые свойства не имеют значения и по умолчанию. Полученный конструктор – это краткий путь для инициализации свойств членов новых объектов структуры. Начальные значения для свойств нового объекта могут быть переданы в подчленный конструктор по имени. Пример ниже определяет структуру с названием Size с двумя параметрами Width и Height. Оба свойства выведены в тип Double, ввиду наличия у них дефолтных значений 0. Структура Size автоматически получает подчленный конструктор I need Width и Height, который вы можете использовать для создания нового объекта типа Size. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok